МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Находящаяся в СССР группа американских туристов обратилась к первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищу Хрущеву с просьбой принятия для беседы. 24 июля Никита Сергеевич принял американских туристов. Во время этой дружественной и откровенной беседы товарищ Хрущев ответил на многочисленные вопросы, интересовавшие американских туристов. Совершая поездку по Советскому Союзу, король Афганистана Мухаммед Захир Шах прибыл в столицу Азербайджана, Баку. Главу дружественного афганского государства встречали члены правительства Азербайджана, депутаты Верховного Совета Республики, представители духовного управления мусульман Закавказья. Его величество Мухаммед Захир Шах нанес визит председателю Президиума Верховного Совета Азербайджана Ибрагимову. Вместе с королем на беседе присутствовали заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Афганистана, его высочество Сардар Мухаммед Наим, а также другие афганские деятели. Знакомясь с городом, король и его спутники посетили нефтяные промыслы Сталинского района. Новоботинский нефтеперерабатывающий завод. Высокий гость побывал и на этом предприятии, построенном за последние годы. Пребывание в СССР главы афганского государства послужит укреплению дружбы и добрососедских отношений между народами Афганистана и Советского Союза. С 23 июля в Москве начались переговоры правительственных делегаций Советского Союза и Федеративной Республики Германии по вопросам развития отношений между обоими государствами. С советской стороны переговоры по неэкономическим вопросам ведет делегация во главе с заместителем министра иностранных дел СССР Семеновым. Делегацию по торговым вопросам возглавляет заместитель министра внешней торговли СССР Кумыкин, глава правительственной делегации Федеративной Республики Германии посол Лар. Во время переговоров будут обсуждены вопросы торговли, репатриации, вопрос о конвенции об обеспечении консульских прав. Растет энергетическая мощь советских республик Средней Азии. В Таджикистане на Сыр-Тарье сооружается Кайракулская гидроэлектростанция. Ее три агрегата уже дают промышленный ток. Монтажник Рузибой Хасанов, электросварщик Анатолий Крылов. Все строители борются за то, чтобы гидроэлектростанция вступила в строй на полную мощность к знаменательной дате, 40-летию Великого Октября. Сейчас идет монтаж четвертый и пятый гидротурбин, а всего в плотине будет шесть агрегатов. Строительство Кайракумской ГЭС осуществляется по решениям 20-го съезда партии. Воды Сыр-Тарьи будут орошать земли голодной степи, а гидроэлектростанция даст энергию индустриальным центрам Таджикистана и Узбекистана. В январе 1959 года состоится всесоюзная перепись населения. Начальник Центрального статистического управления товарищ Старовской сообщил нам следующее. Эта перепись имеет большое народно-хозяйственное значение. Она позволит получить достоверные сведения о численности населения Советского Союза, его размещении, о его составе по полу, возрасту, национальности, уровне образования и обучения, занятию общественным группам. На каждого жителя будет заполнен переписной лист, состоящий из 15 вопросов. Эту работу выполнят 400 тысяч счетчиков. Затем листы поступят на машиносчетные станции, для механизированной разработки итогов переписи. 1 августа нынешнего года в семи районах Советского Союза проводится выборочная пробная перепись. Это позволит лучше подготовиться к всесоюзной переписи 1959 года. Животноводы Омской области хорошо заботятся о молодняке. В колхозе имени Чапаева построен летний лагерь для 300 телят. Проект лагеря разработал кандидат ветеринарных наук Лебедев. Здесь ученые наблюдают за климатическими условиями, изучая их воздействие на молодых животных. Самые маленькие телята в возрасте от 2 до 20 дней помещаются в индивидуальных клетках. Елену Огородникову знает в колхозе как хорошую, опытную телятницу. В летнем лагере телята чувствуют себя великолепно. Так передовые колхозы Сибири стремятся полностью сохранять молодняк. Этот важный резерв в борьбе за создание изобилия продуктов животноводства. В Абхазии идет сбор зеленого чайного листа. В Дурифшском колхозе чайные плантации занимают почти 400 гектаров. Мария Ордзимба 17 лет работает сборщицей. За день она собирает 90 килограммов чайного листа. Это норма трех человек. Колхозникам помогают школьники. Сестры-близнецы Нуца и Галина стараются не отставать от лучших сборщиков. В нынешнем году Дурифшский колхоз сдает государству свыше 1300 тонн чайного листа. Там, где соединяются воды Тихого и Северного Ледовитого океанов, на северо-востоке Чукотки, лежит небольшой поселок Уэллен. Наши кинооператоры побывали здесь в косторезной мастерской. В искусстве резьбы по кости местные жители Чукчи достигли большого мастерства. Вот такие фигурки делаются из бивней моржи, населяющих воды Арктики. Хотя и далеко у Эллен от Москвы, но и здесь готовились к празднику юности и Всемирному фестивалю молодежи. Вот эта скульптурка – подарок самому юному участнику фестиваля. А этот кубок будет преподнесен лучшему скрипачу. Москва стала столицей юности мира. В городе нет, пожалуй, такой улицы или площади, где не были бы видны приметы Шестого Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В залах Академии художеств СССР выставлены произведения молодых советских художников. В дни фестиваля многие из этих работ вместе с произведениями молодых зарубежных художников будут показаны на международной выставке. Праздничное настроение чувствуется всюду. Приехали в Москву артисты польского цирка. Каждый день в советскую столицу прибывают участники фестиваля. Московские вокзалы расцветают дружескими улыбками и яркими цветами. С этим поездом приехали юноши и девушки из Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Германии и Англии. Прибыли румынские спортсмены. Они будут участвовать в третьих международных спортивных играх. Молодые москвичи встречают делегатов из Туниса, Камбоджи, французской Гвианы. Веселые ритмы зазвучали на привокзальных площадях. А наши молодые друзья из Китая уже приехали в Москву несколько дней назад. Мы застали их на репетиции номер, который называется «Шествие с драконами». А это гости из Мексики. Москва – город фестиваля, праздника юности, мира и дружбы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok